Мои дорогие, ну что, как всегда, приветствую вас всех на моем канале. Я очень рада, безумно рада здесь всем моим веденомышленникам, всем тем, кто разделяет мою точку зрения, кто следит за моим каналом. Ну и, конечно же, всем тем, кто помогает, потому что, как я вам много раз объясняла, уже в последний месяц в связи с санкциями вся аудитория Российской Федерации, которая смотрит мой канал, ее просмотры не монетизируются, поэтому мы блогерами работаем практически бесплатно, можно сказать. И я оставляю только для тех, у кого есть такая возможность. Ссылку на мой донат, где вы можете задонатить денежку на помощь, на развитие моего канала. И хочу от всей души отблагодарить именно тех людей, которые реально помогают, несмотря, повторюсь, на такие тяжелые времена. Значит, большое спасибо Инге, Андрею, Марине, Ните, Игорю, Зигмас и Аркадий. Благодарю вас, ребята, от всей души. И добро она всегда вернется, помощь друг другу она, конечно же, всегда возвращается. Так вот, кстати говоря, касаясь помощи, взаимопомощи и, самое главное, искренности в этой помощи, вот не хочу трогать эту тему на данном канале, но все-таки частично затрону, потому что не могу промолчать. Мы с вами все видели, особенно те, кто подписан на различные каналы Телеграм, по которым гулял несколько буквально дней назад, ролик, как Борис Джонсон прибыл в Киев и прошелся по улицам города вместе с Зеленским, где Зеленский, значит, что-то показывал, что-то объяснял, они так дружно ходили, и их встречали какие-то случайные прохожие, что с восторгом там приветствовали этого Бориса, признавались ему в любви, что вот прям мы вас любим, мы на вас надеемся. Ну, насчет того, насколько это были искренние чувства и вообще настоящие прохожие, или это было подстроено все, я не знаю, потому что, безусловно, здесь судить трудно. Я прекрасно понимаю, что жители Украины вполне, возможно, искренне надеются на то, что Европа поможет искренне, видят хоть какой-то свет в конце туннеля, когда видят приезд от того или иного европейского лидера, поэтому здесь конкретно осуждать граждан я не хочу. Я хочу остановиться конкретно на Бориске, я его называю Бориска. Почему? Потому что он меня очень смешит. Я вам составляла в одном из моих роликов предыдущих коротенький такой отрывок, где он, ну, просто очень смешно выглядит на саммите, да, вот этот был саммит, где все европейские лидеры съезжались. Потому что вообще такой какой-то юморной персонаж, уж не говоря о его прическе. Ну, так вот, дело в том, что прошелся, значит, по этому городу, принял там в подарок каких-то сделанных, значит, петушков подарочных, да, и все бы хорошо, все бы ничего, но, несмотря на весь этот показуху, на самом деле страна Англия, страна Бориски, да, вот Великобритания, не особо спешит принимать к себе беженцев из Украины. Ну, вот реально, не особо спешит. То есть, обратите внимание, опять же, все те, кто, значит, смотрит и следит за различными каналами Телеграм, сколько ходит роликов о беженцах, о том, как их принимают, значит, людей, женщин с детьми, да, беженцев из Украины, как их принимают в различных странах Европы, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, масса роликов из разных стран Европы мы уже с вами видели, да, но ни одного ролика из Англии, вам не кажется, это странно? Ну, я лично, ну, ни одного ролика из Англии до сих пор не видела, и пошла рыть информацией, вы знаете, оказалось, оказалось, что Англия принимает, оказывается, только тех беженцев, у которых там есть где жить, вы представляете? Поэтому-то туда так сложно попасть, и даже по этой программе было получено десятки тысяч запросов, и было одобрено всего лишь 4700 заявок по программе для людей, у которых реально есть там где жить, или своя есть собственность, или есть родственники, друзья, которые могут их там приютить, и дают официальное приглашение, да. Вот вам, пожалуйста, вся доброта и искренная помощь этого Бориска, который туда примчался и, значит, показушно прошелся по Киеву, да, блеща своей шевелюрой. Однако вот как-то не особо он, значит, блещет желанием помочь реально украинским беженцам, и вот это, конечно, наводит на разные, как скажем, не особо приятные ему заключения касательно вообще искренности всего того, что происходит. Но на самом деле в этом ролике я хотела с вами поговорить о вещах, которые, как я уже в предыдущих моих видео рассказывала, идут параллельно, они развиваются параллельно с теми главными, основными событиями, которыми сейчас, естественно, забито медийное пространство. Так вот, а что идет параллельно? Это, естественно, тот самый ковид и те самые, в общем-то, значит, заражения, которые никуда не ушли, которые, как у нас в Италии, ежедневно возникают, там, в какой-то день 60 тысяч, в какой-то день 50 тысяч, они до сих пор их подсчитывают, до сих пор ставят их на сайты, поэтому, в принципе, ничего не изменилось, просто на данный момент эта информация ушла немного, повторюсь, из медийного пространства. Но самое страшное, это то, что происходит сейчас в Китае, в Китае, а в частности, в городе Шанхае. Это не просто, понимаете, какой-то город-миллионник, это город, в котором 26 миллионов человек уже, вот, достаточно долгий срок, закрытый просто в своих домах, без возможности вообще даже выйти за продуктами, потому что именно вот этот способ, с которым Китай подходит вообще к решению этой проблемы, проблемы ковидной ситуации, он настолько жесток, настолько жесток, что нам, в принципе, европейская, с нашей с вами европейской, российской культурой очень сложно понять вот такой способ, ну, тоталитаризма и такого конкретно жесткого управления людьми. Однако же китайцы уже, к сожалению, в этой системе находятся, несмотря на то, что многие из них пытаются сейчас возмущаться и бороться, но они настолько глубоко сидят в этой системе, и понятное дело почему, потому что они давно уже приняли то, что им навязывали, да, вот я нередко рассказывала, что еще до начала, еще в 18-м году, в 17-м году, до начала всех этих пандемий, я здесь работая в туризме, работая как байер с клиентами из Китая, я очень много замечала китайцев, которые ходили в масках, и мы никак не могли понять, почему они ходят в масках. Мне всегда хотелось подойти к китайцу и спросить, а в чем проблема, то есть вы больны, вы не хотите людей заразить, или что, или вы думаете, что вас маска защищает, да, от какого-то заражения, что все вокруг чем-то заражены, то есть почему эти китайцы ходили в масках уже давным-давно, мне было непонятно. Так вот сейчас они уже привыкшие к этому, совершенно нормально воспримели, да, все эти ограничения изначально, не учитывая также тот факт, что у них давным-давно практически нет налички вообще в обороте, да, то есть у них все происходит в режиме, все оплаты, все счета, все вообще происходит в режиме различных QR-кодов, да, вот эти QR-коды, они просто ходят к терминалу, подносят, оплачивают все, что угодно, там же у них документы, там же у них паспорта, там же у них все, все вообще, да, вот эта система социального рейтинга, она давным-давно у них на полную катушку работает, и они ее давным-давно приняли, поэтому сейчас ими действительно намного проще управлять, а нам кажется, ну как это так, 26 миллионов не возмущаются, не выходят на улицы, не разбивают, ничего не творят, как это так, почему, ну потому, потому что у них уже нет этой возможности, да, вот я вам сейчас зачту интересную статью, итак, жители самого густонаселенного города Китая, в котором проживает 26 миллионов человек, в Шанхай, вот уже две недели безвылазно сидят дома, оставшись без еды и товаров первой необходимости, властями установлены жесткие правила, выходить на улицу разрешается только медикам, волонтерам, курьерам, и тем, у кого на то есть специальное разрешение, то есть тем остальным вообще нельзя выходить из домов, понимаете, по вечерам люди начинают кричать из окон, что им нужна еда и вода, продукты доставляют, но в недостаточном количестве, то есть там определенные, я видела ролики, я видела в сторис людей, которые это выставили, что они действительно не могут выходить из домов, и им каждый день подносят какой-то пакет, в этом пакете видны какие-то овощи, картошка, зелень какая-то торчит, там салат или что это, ну то есть очень скудный паек такой, который им раздается, ну там яйца, по-моему, еще какие-то, да, то есть действительно это, ну, недостаточно, порой хватает на один прием пищи в день, даже вот пишет автор статьи, особым риску подвержены пожилые и одинокие жители, у которых нет современных смартфонов и, соответственно, возможности заказать себе еду, над горном летают беспилотники, контролируют выполнение требования и транслируют запись с просьбой не орать и не петь из окон, а также по городу бегают электронные собаки, роботы-собаки, которые тоже транслируют, вот, что нельзя выходить, нельзя делать то, нельзя делать все, службы доставки перегружены, курьеров не хватает, не справляйтесь с ситуацией продуктовый магазин и государственной распределительной группы, цены взвинтили, что сделано, что сделало полноценное пропитание людей еще менее возможным, изоляция дома запрещена только в специальных учреждениях, то есть если у человека ковид, он не имеет права быть изолированным дома, его изолируют в специальные учреждения, силой, если он не согласен, Шанхай превращает школы, новостройки и крупные выставочные залы в изоляционные центры, самый большой из которых может вместить 50 тысяч человек, изоляционный центр на 50 тысяч человек и таких в городе уже около 60-ти, люди живут в них бок о бок с тысячами незнакомцев, без стен, без душевых, с грязными общими туалетами, без одеял и горячей воды, с потолочным освещением в любое время суток, ночью и днем, дерутся за еду, заболевших, изолируют от здоровых и друг от друга, даже совсем маленьких детей с положительным результатом теста забирают у родителей в эти самые лагеря. Закрытие Шанхая, одного из экономических центров Китая, также вызывает опасения по поводу воздействия на экономику, в том числе мировую. На продукцию города приходится 4% ВВП Китая, здесь находится крупнейший в мире порт, через который проходит около 20% экспорта Китая за границу. Двухнедельный карантин обойдется китайской экономике почти в 30 миллиардов долларов. В воскресенье Шанхай сообщил о 25 с лишним тысячах новых случаев заражения коронавирусом, что в сравнении, например, с Италией, у нас сейчас 60 тысяч в день, это, в принципе, очень низкий показатель. Но зато это самая серьезная вспышка с момента возникновения болезни. В 2019 году в Ухане проводится массовое тестирование, отслеживание и помещение под карантин всех, у кого тест оказался положительным, даже если нет никаких симптомов. То есть положительный тест, даже если нет симптомов, тебя уводят в ковидный изолятор. Вот такие дела. Китай придерживается своего динамического подхода к нулевому ковид-заболевшему, тогда, когда другие страны пытаются, наоборот, с вирусом ужиться. Многие автомагистрали закрыты. Возникли проблемы с доставкой критически важных предметов снабжения – еда, лекарства, средства гигиены. Власти считают, что ослабление ограничений, однако, станет катастрофическим, учитывая опасность, которую вариант омикром предоставляет для людей с хроническими заболеваниями, старикам и непривитым. А сейчас я прошу вас посмотреть вот видео, которые ходят по поводу того, что там действительно происходит. Это видео, которыми делятся люди. Посмотрите. Дорогие друзья, здесь я должна сделать маленькую паузу и объяснить вам. К сожалению, я не могу загрузить на YouTube эти самые сюжеты из Китая и Шангая. Я попробовала. И загружая ролик на YouTube, выходят большие проблемы. Поэтому здесь я их вставлять не могу. Я отдельным роликом загружаю их на Бастион. И сейчас прошу вас просто поставить на паузу, перейти по ссылке на Бастион, под этим роликом ссылка, и посмотреть буквально трех-четырехминутный ролик нарезка из того, что высылают люди и что там сейчас творится. Потому что вы должны это видеть для того, чтобы понять, о чем вообще идет разговор. Иначе, если вы не поймете и не увидите этих кадров, просто смысл всего моего сегодняшнего ролика теряется. Поэтому прошу вас это сделать и потом продолжить смотреть и слушать то, что я вам хочу донести. Из прошлых роликов я говорила вам о той ситуации, которая сейчас развивается в Европе. О том, что в Европе собираются проводить ту самую цифровку, которая уже давно внедрена в Китай под прикрытием ID Wallet. То есть такого идентификационного кошелька, в котором будут все документы гражданина. Он будет единый на всю Европу. Вот этот план сейчас на Европу развивается. Но что касается России, то я, если честно, читая различные новости, тоже не вижу конца этому даже, учитывая тот факт, что якобы Россия сейчас отделяется от всего мира, якобы закрывается какой-то там железной стеной. Но я, если честно, все равно вижу, что все то, что было запущено в эти два года, оно вовсе не остановлено, оно продвигается в том числе и в России. Вот, например, что касается новостей, да, сообщается, что центр Гамалеи, это вот прям свежие новости, значит, приведет исследование назальной вакцины от коронавируса с участием уже детей. Как говорится, война войной, а реализация глобального проекта, значит, в общем-то не остановлена и идет по расписанию. Также другой сайт нам сообщает о том, что новая волна коронавируса, оказывается, по мнению Мурашко, уже придет к нам в конце мая в России. Вот так он заявил, значит, новый подъем заболеваемости ковидом в России ожидается в конце мая-июня. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24». Риски новой волны инфекций существуют, то есть никуда ничего не исчезло, друзья, вот что посыл какой, да, не думайте, что вам так легко удастся от нас отделаться. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, а также и Китай. Поэтому мы готовимся, сказал Мурашко, они готовятся. И думаю, что конец мая-июнь возможны подъемы заболеваемости. Но самая, так скажем, главная цель, это, конечно же, не напугать людей каким-то там подъемом заболеваемости, а опять же приготовить предпосылки для вот той самой цифровизации того самого цифрового концлагеря, который благополучно введен в Китай, и эффект, да, и вот следствие всего этого вы увидели в этих роликах. Так вот, друзья, значит, что мы видим, опять же, интересная статья в Госдуме будут обсуждать. Оказывается, сейчас на днях полную отмену наличных денег. Оцифровка, значит, QR-коды, учет и контроль граждан России в 2022 году продолжаются. Ничего не остановилось. И продолжаются они в том числе при помощи действующего теперь при правительстве Российской Федерации центра четвертой промышленной революции с сетевой структурой Всемирного экономического форума. Да-да, вы не ослышались. Ничего, никакие связи не прерваны, да, ничего не приостановлено, все продолжается. Значит, сбываются худшие прогнозы по срокам финального этапа захлопывания электронного концлагеря, пишет автор статьи. В Госдуме в этом месяце планируется обсуждать полную отмену наличных денег. Новостей по теме очень много, и вывод напрашивается один. Гайки будут закручивать предельно жестко. В Госдуме намерены обсудить возможность отказа от использования полностью наличных средств. Полного отказа, а не частичных ограничений. Полного отказа, но поразительно. Одним из главных инициаторов выступил зампред Думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов, победитель Грефа Кирьянковского конкурса подготовки нового поколения глобалистов-трансгуманистов-лидеры России. В качестве аргумента Кирьянов не придумал ничего нового. Якобы отмена налички, внимание, позволит обелить национальную экономику и повысить комфорт граждан. Дескать, многие уже и так сегодня редко имеют деньги в бумажнике, отдавая предпочтение банковским картам. Но хорошо известно, что все ключевые сферы рынка находятся в тех же офшорах, и серьезные и дяди, контролирующие финансовые потоки, всегда найдут способ остаться в серой зоне, если, опять же, не отменят полностью наличные. Для большинства граждан такая прозрачность быстро превратится в нарушение частной жизни. Семейные тайны, все наши денежные переводы и личные покупки будут, как на ладони у цифровизаторов, налоговщиков. И уже скоро также и частников правительства РФ неоднократно заявляло о готовности делиться большими данными россиян, в том числе об их финансовом статусе. Это разрушение мелкого и среднего бизнеса, не способного в условиях наших экономических реалий платить белые зарплаты. Это будет полным концом, как пишет автор статьи. То есть предположение о том, что это за собой может повезти, их вот таких ходит много, достаточно драматических. О том, что, в принципе, до этого момента Россия имела очень огромную теневую экономику. Теневые зарплаты, теневые заработки. Это все, в принципе, мало контролировалось, мало останавливалось, мало отслеживалось. А вот с этим самым введением отмена наличных и платежей только в варианте онлайн или кредитными картами, это все, конечно же, поведет за собой крах вот этой самой теневой экономики, которая, в принципе, была в том числе, на ней держалась полустраны. Вот так можно сказать. Это на самом деле так. Что касается комфорта для граждан, он быстро закончится, пишет автор статьи, когда этого захотят власти, что четко было сказано Собянином и его командой в Москве на примере социальных карт пенсионеров-льгодников. И это так, потому что мы с вами прекрасно видели, что когда, значит, те пенсионеры, которые не хотели колоться, например, да, им просто отключали их льготы, отключали их пенсионные карты, они не могли пользоваться транспортом и так далее и тому подобное, да. Значит, отказываешься выполнять то, что тебе говорят, в том числе по доступу к твоему телу, например. И вашу карту блокируют. Вот таким образом все это действует. И это уже есть в Китае, повторюсь. Автор статьи пишет, надо понимать основное, что при полной оцифровке денег, ожидаемое, кстати, к лету 2022 года, хотя мне верится с трудом, но вот автор статьи так заявляет, что вот уже к лету этого года, значит, в России собираются полностью отрубать оборот наличных. Так вот, значит, при полной оцифровке денег с ними, то есть с деньгами, произойдет ровно то же, что и с дипломами, аттестатами, трудовыми книжками, документами на недвижимость, автомобилями и так далее. То есть они будут принадлежать гражданину лишь условно, до тех пор, пока администрирующие систему изволят даровать человеку такое право. И на банковской карте, кстати говоря, что мало кто замечает, написано, что она является собственностью банка. И на самом деле, несмотря на санкции, несмотря на какие-то тяжелые моменты вообще существования нашего с вами Центробанка, да, несмотря на переживания Набиулина и ее вообще правительства, несмотря на это, никто не останавливал в проекте цифрового рубля, да, он продолжается, он внедряется и он действительно собирается выйти в массы, да, вот этот самый цифровой рубль, а что это означает? Что это, конечно же, уже будет шаг практически действительно тотальной цифровки денег, к тотальному концлагерю, к тому, что граждане будут поставлены в такие условия, когда, вот как в Китае, они не то чтобы не могут противостоять, да, они могут кричать, возмущаться, там что-то это, но в итоге, по большому счету, не имея возможности прожить вообще, когда им отрубают все средства к существованию, да, потому что не существует уже практически наличных, ты просто понимаешь, что ты в таком обществе, в таком государстве, ты бессилен, поэтому, друзья мои, к чему я это все веду, я вовсе не хочу вас ничем пугать, ни в коем случае вводить в какую-то депрессию, у нас и так слишком много всякого депрессника и слишком много всяких негативных новостей, я хочу всего лишь звоночек такой, вот чтобы прозвонил, да, у вас, перед вами, чтобы вы помнили, что это все есть, это все продолжается, это все нужно обращать на это внимание, нужно это отслеживать, да, и нужно обязательно понимать, к чему это приведет, поэтому, конечно же, с этим как-то бороться, то есть не соглашаться, да, не вестись на это, продолжать высказывать, да, свое мнение, свою волю и пользоваться теми же наличными, если они увидят, что люди не согласны, если они увидят, что людям это не заходит, что людям это не нравится, то им будет сложнее все это ввести в оборот, потому что вот такие вот дела, они чаще всего производятся именно с согласия граждан, а это как согласие заполучается, конечно же, с помощью внушения, с помощью каких-то, значит, заманок, приманок, там, кэшбэков каких-то, да, призов каких-то, значит, получи, сделай себе, заведи себе эту карту, получи там какие-то призы, значит, откажись от наличных, будут тебе и такие бонусы, понятно, каким образом это все будет достигаться, добиваться, но люди должны понимать, к чему это приведет, вот если человек понимает, осознает, то он этого не допустит. Друзья, я благодарю за внимание, прошу вас обязательно подписаться на мой аккаунт в ВКонтакте, который я завела, где я оставляю уже какие-то более свои личные такие мысли, какие-то фоточки из личной жизни, и мы с вами там общаемся как-то более искренне и близко, возможно, потому что здесь, конечно же, не все можно сказать, обязательно, обязательно подпишитесь на мой канал, канал Бастион, это альтернатива Ютубу, и понятное дело, что Ютуб сейчас висит на волоске, и обязательно подпишитесь на мой канал Телеграм, канал Телеграм, у нас там с вами уже более 120 тысяч, это мой, можно сказать, основной сейчас канал, где я выставляю новости, где, причем, вообще-то вся политика, где мы с вами делимся информацией, причем с разных стран, о том, что вообще в разных странах мира сейчас происходит, из первых рук вся информация, то, что мне высылают подписчики, все ставлю туда, поэтому обязательно подпишитесь на Телеграм, чтобы мы с вами не терялись и были там вместе. Друзья, еще раз всем вам здоровья, всем вам осознанности, берегите себя и ваших близких, и встретимся в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok